всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня очередное оправдание людей убивающих животных или проплачущей эти убийства и пожирающие трупы этих безвинно безжалостно убитых живых существ и очередное оправдание или вопрос этих людей состоит в следующем проблемы людей важнее проблем животных читаем мы с вами по тексту некоего очень известного проповедника это землянина из-за из англии по его текстом но я как христианин особенно до добавляю какие-то свои мысли почему веганам плевать на права человека может мы сначала решим проблему человечеству перед тем как решать проблемы животных вопрос или оправдание мы часто слышим подобную критику в адрес веганов этим аргументом люди довольно часто оправдывают свой отказ становиться веганами но давайте начистоту веганство не требует от вас каких-то особых действий это пассивное действие вам просто надо отказаться от употребления продуктов животного происхождения вы можете одновременно одновременно быть и веганом и рьяным борцом за права человека в принципе этой мысли как ответа на данный вопрос или обличение этого оправдания его несостоятельности достаточно мы к нему вернемся в конце это самая основная суть что веганство когда веганство добродетель веганство как прекрасное свойство человеческой стороны жизни его души его сердце его ума не противоречит всем остальным светлым чертам человеческого характера человеческой жизни человеческого сердца и скума мы особенно к христиане к христиане закончим именно на этой мысли давайте почитаем и другие мысли у еда всегда есть какие-то тоже тонкости очень интересно очень важны еще более нас в чем-то утверждающие или разоблачающие какие-то закоснелые догмы вы можете выступать против несправедливость и при этом быть веганом это не взаимоисключающие позиции дело в том что на самом деле нет никакого смысла спорить какую проблему следует решать в первую очередь я добавлю тут мы проблемы решаем по мере поступления если у нас есть еще какая-то в жизни проблем мы ее решаем вот и все это абсолютно не важно более того я как христианин я говорю закончу той простой мысли вы знаете все прекрасно смысл христианской цель христианской жизни вообще святого человека уклоняйся от зла и твори благо покайтесь и сотворите плоды достойные покаяния все все очень просто я вам всегда и ветхозаветными цитатами и новозаветными являю истину первое это не делание зла покаяние это изменение прости я больше так не буду все ты сделал кому-то зло и сколько можешь сделай кому-то добра вот и все поэтому быть святым во всех сферах человеческой жизни вообще мироздание не причинять вреда природе животным людям во всех форме это пассивное действие не причинение зла ты просто его не делаешь ты еще ничего хорошего не делаешь в принципе ты не делаешь зла хотя это можно назвать и активным но и так это все равно пассивная как не тресни тут можно манипулировать играть словами но действительно пассивное действие потому что человек сидит и говорит о пойду кого-нибудь убью это активное действие и не едя никого не убивая неважно животных людей не граби они насилуют не обворовывая ты просто не делаешь ничего плохого это такое пассивное добро его можно так назвать это очень важно вот это вот мысль уяснить если вы считаете что вы должны решать проблему бездомных вам могут ответить хорошо а как насчет гражданской войны в серии или как насчет конфликта на ближнем востоке это действительно так тут это очень хорошую мысль подчеркивать что если так знаете по цепочке как всегда вы знаете в чем смысл всегда как я вам говорю и в чем легкости простота понятие что такое добро что такое зло вы посмотрите в проекцию бесконечности что будет если вы вот это как к снежный ком с горы катящийся снежок превращающийся в огло в огромный до шар или в огромную лавину как в природе бывает посмотрите на смысл этих вопросов если вы нашли оправдание что вот я не веган потому что вот там надо до конфликт в серии разрешить ну а тогда конфликт серии подождет пока там где-то дети голодные дети голодные подождут пока там да у меня тут у соседки горе и так одна проблема за другой ты ничего вообще делать не будешь и посмотрите на призму когда я да я и не убиваю сколько могу я и веганство проповедую и активность я никого не граблю да не отнимаю последний кусок хлеба сколько могу я помогаю везде я услышал там нужна помощь я туда есть меня копеечка перевел у меня соседка голодная и бабушки зашел хлебушка занес посмотрите на логику добра и зла добро она логично она в призму вечности в проекцию вечности она только расширяется только больше еще светит еще больше творится добро за добро цепляется а зло она так и цепляется и ничего не делает это не от это отговорки все вы так и никогда не будете ничего делать вы якобы прикрывать что я не делают это добро потому что надо пойти другое добро сделать ты и другой добро не сделаешь потому что появится якобы другое добро когда тебе тоже надо сделать это очень правильная мысль и она жизненная именно так и происходит у тех людей посмотрите на тех кто проповедует добро во всех проявлениях и на тех которые этого не делают вот у них разница именно в этом дело в том я в конце обязательно приведу пример себя да как господь и учил сотворить и научить и дело в том что когда мы стараемся выявить самую главную на наш взгляд проблему мы не выигрываем ничего мы только теряем время на споры о том за за что стоит взяться в первую очередь браться надо в добрым делам за все подряд я говорю как я вам сейчас уже примеры какие-то бытовые показываю в жизни от того что тебя сосед позвал помочь и ты идешь и по дороге видишь пластиковую бутылку там валяется тебе поднять ее по дороге и видя там контейнер по дороге выкинуть ничего не стоит ты не проходишь мимо этой бутылки только потому что тебе ты идешь помогать соседу ты такое великое дело делаешь тебя прям на щит подняли как в древности великих героев да и ты прям идешь тебе не до бутылок да там ребенок плачет собачка там может быть что-то случилось кто-то скулит тебе не до дела ты идешь творить великое дело помочь соседу передвинуть шкаф да это же бред вообще зло она абсурдно она абсурдно она уродлива она безумно она нелогично добро она всегда всегда мудро она всегда красиво она всегда чисто светло она всегда правильно она всегда расширяется она всегда красиво можно быть веганом и заниматься решением любых других проблем ну вот принципе это тоже тянет эту мысль достаточно долго сейчас немножко другие переключится вещи но мы с вами разбираем и еще в конце обязательно эту мысль закончу однако важно отметить что веганство направлено защиту прав человека но ты сейчас могут этим из проговорили это сам основная мысль вот на этот бредовые отговорку я конечно я кстати такой в реальность тоже слышал да это не какие-то это придумал мифические отговорки там да нет реально люди так тычут ады что вы там я такую читаю себя в комментариях постоянно именно такое тоже читал и слышал в свой адрес и в личку мне писали типа да вот вы там своим веганством тут люди помирают от постоянно я слышу особенно кстати от христиан них настолько религиозная зацикленность якобы только в любви к человеку хотя там до любви к человеку точно также никакого дела нет только на словах все когда тело доходит там никакой никакого дела нет зачастую о человеке то там тоже куча отговорок найдется других вот это я реально тоже своей жизни видел и вот пытаешься человеку объяснить что сейчас мы этим закончим я в общем в конце свою цитату там даже дописал на своей страничке и вот мы еще посмотрим ну давайте просто еще аргументы это действительно очень хорош и он просто приводит что само веганс то действительно может быть и напрямую зачастую хотя на самом деле сейчас кстати будет даже не косвенное воздействие а напрямую что веганство напрямую и проявляется через веганство проявляется любой к человеку кажется кому-то странным или может быть неразумным но это потому что вы не включаете собственные мозги вот такой как это у веганов как у любого святого человека а веган все-таки достаточно светлые чистые люди потому что хотя бы в одной сфере они выбрали совершенство то действительно мозги у них открываются и вот доводы это сейчас который мы сами могли бы подумав в себе дойти до этого веганство и то же самое любовь к человеку проявляется давайте почитаем первое так подумайте мы выращиваем столько еды я тут прочитал не помню однако важно отметить что веганство направлено защиту прав человека окружающей среды не меньше чем назови она мне прочитал тогда однако важно отметить что веганство но предисловие такой направлен на защиту прав человека окружающей среды не меньше чем на защиту прав животных защита прав человека является неотъемлемой частью веганства как я всегда говорю что веганство это неотъемлемая часть христианства то есть также действительно и наоборот все это круговорот так скажем добра в природе само веганство действительно сейчас мы посмотрим она и это далеко не все аргументы и далеко не все влияние это перечислил вы если подумав можете самих дополнить еще кучей вариантов но мы с вами некоторые действительно по списку это разберем первое только подумайте мы выращиваем столько еды это действительно так чтобы ее хватило чтобы накормить 15 миллиардов человек хотя население ну и тут пишет 7 менее 7 миллиардов сейчас уже по моему больше у нас да у нас уже меньше восьми миллиардов нашей планеты из которых более 800 миллионов регулярно голодают а выращиваем мы столько сельхоз продукции растительный что которую потом скармливаем животным что я способен накормить 15 миллиардов значит эти 800 миллионов точно не голодали а все остальные ели бы еще лучше или все бы вместе ели бы очень хорошо а все потому что и доктор мы выращиваем идет на корм скоту вместо людей мы ежегодно кормим 56 миллиардов сухопутных животных все это зерно могло бы идти в пищу людям и дело даже не только зерне ведь на этих территориях просто животным там попроще все выращивать а ведь можно было выращивать полно полно вы сами знаете господь сделал мир таким разнообразным и прекрасным что еды просто завались всяких разных фруктов овощей круп до бобовых там чё только нету трав ягод это здесь образно говорится что там да не то чтобы мы там одну пшеницу будем есть которую выращивали там или зерно какое-то там на корм животные просто на этой территории какая разница чего выращивать кто занимался огородом тот знает что не бросил расти растет так уж бог устроил вместо это вместо людей мы ежегодно корм 56 миллиардов сухопутных животных все это зерно могло бы идти в пищу людям 82 процента голодающих детей живут в странах где выращивается корм для сельхоз животных таким образом мы отнимаем еду у голодающих женщин детей и мужчин потому что хотим прокормить животных чтобы затем съесть их тела после жестокого убийства и молоко их яйца после их эксплуатации даже то количество еды которые скармливают скоту только в сша смогло победить голод во всем мире прокормив 800 миллионов голодающих людей и это только один пример того как веганство может решить проблемы людей ну как мы и сказали я сказал уже что да мы с вами разберем лишь часть который действительно сам это показал действительно когда мы под задумаемся мы сами еще больше увидим пользы добро она на все сферы жизни распространяется еще множество примеров проблема креветочного рабства в таиланде и восточной азии людей похищать и заставляют работать на рыболовецких промыслах где они проводят всю свою жизнь за попытку побега или прекращение работы им угрожает расправы но если честно тут я с этом не очень не согласен это как аргумент в том плане но неважно у нас во всех странах начиная там с америки было рабство буквально до недавнего времени там точно также но в основном афроамериканцев возили с африки и они работали они работали на сахарном тростнике то есть это неважно это не обязательно какая разница как раз по логике и до с которой согласен в том плане что если мы все это конечно в пищу людей все выращенное употребляли это было бы лучше но при этом на всех этих плантациях ведь все это выращивать будет опять великие сильные мира сего корпорации какая разница они там могут эксплуатировать похищать людей и вы все поняли да то есть конечно этим аргументом я не совсем согласен так скажем что да что там где-то работает ну какая раз будет их похищать на другие на сухопутные на растительные какие-то плантации точно так же как это было в истории там держать это не суть разница собирать там пух собирают как там чего угодно чайные плантации вспомните бразилию евро южную северную америку индию все где колонизировали люди в пиджачках уже там других и кто побогаче тех победнее это было неважно на чем работать поэтому тут я конечно с этом не согласен даже я вообще это вычеркнулся честно из этого пункта но раз он написал это я хочу как раз объяснить что я конечно не считаю что это здесь нужный аргумент он вообще не нужный и правильно но это не умаляет его достоинств в общей массе еще одна проблема а вот это я очень согласен это работники скотобой мы уже касались своих предыдущих ответах оправданиях этих которым давали объяснение это вот это реальная проблема да потому что работать даже будучи рабом слушайте работать на вот именно растительной плантации у тебя хотя бы с психики будет все в порядке да ты будешь в адском физическом труде ты будешь в душевном угнетении от лишения тебя свободы когда ты в рабах где-то допустим да насильственно удерживаешься для работы но у тебя хотя бы с психикой относительно психики да вот морального состояния ты будешь более-менее здоров потому что понятно вот это все на тебя будет тоже давить но извините собирать тростник там рубить его там в наше в россии что угодно то можно собирать овощи игры фрукты неважно ты там пух этот чай собираешь как это но убивать целыми днями животных если ты на скотобойниче насильственно удерживался это вообще от это просто мало то что люди удерживают но это обычная работа ты бы ей занимался и в обычной жизни там просто будучи свободным работает там по 8 часов в день получая зарплату мы все этим занимаемся на одно дело работать в растительной сфере дети другое дело на скотобойник или на где с животной шкуры стирает сейчас мы это тоже тут это коснется вот это действительно от и поэтому давайте прочитаем что это пишет именно в этой профессии самые высокие показатели посттравматического стрессового расстройства случаев депрессии тревожных расстройств алкоголизм наркомании и даже самоубийство чем удивляться то все это потому что день за днем с утра до вечера убивают живых существ и за это им приходится платить очень высокую цену и приходится подавлять эмоции да невозможно их подавить ну в смысле да вот какой там уж совсем наркотой да я это я сомневаюсь это надо до куматоза напиваться до куматоза бузоваться колодца там нюхать или что ты будешь курить по другому как ты подаешь свои эмоции смысле можно стать просто дебилом конченым подавить потому что любой человек который этим занимается это действительно человек уже просто шизанутый хотя я знаю вроде бы с видом нормальные люди работают на птицефабриках да и только с видом эти люди вы когда с ними начнете общаться эти люди не ровновешенные неустойчивые они реально агрессивные нет не вот эта агрессия веганов когда они просто активно проповедуют не этот реально бешеные люди нормальный человек никогда не сможет там работать если у него хоть что-то еще там осталось до планки нулевой это уже ниже планки каким бы он с виду таким не казалось у них может быть семьи дети там нет это люди очень павшие это приводит к накоплению большого количества психических психологических проблем да это вообще пипец с человеком я я не представляю как можно работать на скотобойни на сдирание шкурах в медицинских опытах вот эти великие врачи великие ученые это конченые люди конченые вообще это чтобы издеваться надо живым существом которое заковано в цепи лишено свободы там движение кричит вопит это надо быть просто конченым идиотом это это не люди не люди они с виду в пиджачках они могут улыбаться великие книги писать и могут давать даже нобелевские премии но в царстве небесном эти люди это просто это просто ничто их просто нету нигде если мы любим людей как я всем говорю то что веганов в агрессии у корею мы как раз должны проповедовать им истину может быть может быть мы достучимся до этого каменного сердца а так у них никаких шансов эти люди будут гореть в аду как это действительно так то что мы все вкусен то что мы творим люди эти попадут в эти обстоятельства и это будет очень больно еще одна проблема но это одно и то же да и работники кожевиных заводов блага бангладеш ну тут продает немножко в другую русло с в русло здоровья с раке там уже конечно да тебе уже готовы разделанные кожи там при мной привозят эти кожи конечно не прям ты может быть тебе уже если это он имеет ввиду конечно не то что ты прям сам стираешь этого разделываешь бедное животное тому шкуру там отделяешь нет тут это уже говорит что ты работаешь где-то где идет переработка грубая но уже не в частности там пропитание вот этих кож до 95 процентов работников кожевиных заводов умирают до достижения ими 50-летнего возраста а все из-за токсичных химикатов используем для обработки кожи более того все эти яды проникают в грунтовые воды проникают в речки и ручьи отравляя людей живущих ближайших населенных пунктов ну тут конечно игру действует тут распространение все это даже уже казалось бы да эти люди там они уже носили не видит этого они якобы не надо там бузоваться и бухать до куматоза чтобы не видеть всего этого ада не пить не ощущать этого ада до всего но все равно действительно все это бог так устроил что все это если из ада идет то она все будет сопряжено со страданиями действительно эту кожу не так просто обработать там действительно вся эта химия используется и все это по накатанной зачем действительно все это делать вот еще одна проблема с племенами амазонки вообще с любыми дикими еще местами у нас их полных полно на земле где даже именно племена живут еще там на уровне двух трех пяти тысяч лет назад мы вытесняем их расчищая их места обитания под пастбище и поля для выращивания корма для скота это действительно так потому что человеку столько не надо животное съедает очень много животное возьмите любую корову она очень много ест все перерабатывает выходит из нее спать и были дикими животных не было в природе столько а сток сколько мы разводим это неестественность только сколько съедает они мы столько никогда не съели поэтому действительно все больше 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 земля-то ограниченность мы вечности жили в бесконечном на новой земле на новом небе у которую нет конца и края мы живем специально бог так положил как мы будем разумно использовать будет ли нас мозги использовать ограниченные ресурсы воздержано нет у нас мозгов не хватает как видите в сфере эксплуатации животных происходит огромное количество нарушений прав человека поэтому эти две сферы тесно и взаимосвязаны стоит также подчеркнуть что само потребление животных продуктов является причиной давайте еще раз вот эту мысли это который сказал то есть конечно вопрос изначально начинался что как бы вот есть веганство типа за права животных которая борется отстаивает есть типы некие права людей да не связаны с проблемой того что вот люди убивают животных эксплуатируют и все это косвенно или по сути не косвенно прямо влияет на человека и вопрос стоял как бы в противовес что есть еще другие проблемы понятно что став веганом ты якобы не решишь проблему там конфликта в сирии хотя все веганы естественно обретя светлый ум в этом плане понимать что те же самые войны вообще жестокость человеке она же начинается с маленького сначала ты в детстве растешь ты там птичку ударил кошечку собачку соседа ребеночка пошло-поехало потом тоже в молодости вот такой бейсбульной биты с железными шипами крошишь черепа да тебе неугодных людей это все потихоньку приходит сердце каменеет не в одну секунду естественно многие утверждают и я с этим утверждением полностью согласен но относительно конечно веганом веган может быть конечно конченый идиот какой не знаю чикатило может быть такое да потому что но он веган про скорее всего может быть поздоровили щучит если веган настоящий из любви к животным вы знаете этот человек вряд ли когда-то возьмет нож и вонзит его в горло человеку сознательно я честно в это не верю это может быть какой-то зожник да это может быть псих действительно он и потому зожник то что якобы бережет свое здоровье хочет долго жить но при этом крошит людей налево и направо он может быть пиджаке просто отдавать кровавые приказы до быть каким банкиром таким чистеньким весь хорошеньким по сути ненавидя людей да а настоящие веганы а это те кто любит животных они любят и людей да просто у некоторых игры не хватает этой планки понимания что все люди вообще дети божьи все мы друг другу должны любить и на проповедь я не говорю что она должна быть такая меланхольная ля-ля-ля нет с труппажурами надо твердо не жестко игру жести жесткость жестокость отвердо да ты убийца вы убийцы сейчас по кассе и стань на сторону света и будем вместе вот это главное вот это вот понимать и тогда все будет нормально вот и поэтому конечно же мы следа о том что сама веганство уже часть прав человека защищает это конечно мысль действительно хорошая правда вот в ответ на этот никчемный аргумент да стоит также подчеркнуть что само потребление животных продукт является причиной ну это очень часто это затрагивает это тоже косвенно хотя я к медицине кто знает специфически отношусь к христианин верующие в бога любовь во всемогущий счастливой и всего бытия что человек может исцеляться по одной лишь вере да но для людей мира это тоже аргумент и действительно он рабочий отчасти стоит аж подчеркнуть что само потребление животных продуктов является причиной огромного количества проблем со здоровьем сердечно-сосудистые заболевания некоторые виды рака инсульты гипертонии болезни эльцгеймера все эти болезни тесно связаны с потреблением тех или иных животных продуктов а мы тратим миллиарды и триллионы долларов на медикаменты операции которые были бы совершенно не нужны нам если бы мы просто не ели животные продукты мы банкротим своей системы здравоохранения потому что тратим деньги на поиск лекарств методов лечения заболеваний которых у нас могло бы вообще не быть если бы мы ели пищу предназначенную нам природой но это христианин скажу богом от создания мира поэтому аргумент я и так называю пищу богов веганы употребляют пищу богов поэтому аргумент что лучше бы занимались дать я эту мысль еще раз дожую да то есть тут действительно это прав что сколько денег тратится во первых 1 ты заболеваешь то есть если ты не не потреблял адскую пищу потреблял бы пищу пищу демонов а потребует не потреблял в пищу демонов употреблял бы пищу богов пищу созданную и данную человеку от начала все что растет на деревьях падает с деревьев растет на земле тот и боже был просто лишён даже возможности потенциально заболевание каких-то кучи болезней этом не знаю каких не хочу в этом лезть да это действительно так уже соответственно сам бы не заболевал бы на это не тратились бы тупо деньги которые на это выделяются схватая действительно болельщик каких-то мы может быть от чего-то другого да я говорю кто меня знает я к медицине очень специфически отношусь мягко скажем да я ее может не признаю вот но понятно мир это признает и якобы это все действует иллюзия создается но ради бога даже если вы в это верите то понятно понимая это понимая что зло никакого добра не может сотворить не убийство животного не может тебе ничего труп этот не можете ничего полезного организму дать а только смерти страдания и болячки потому что пищу добыл эту греховным способом через страдание и и смерть кого-то кого-то ничего то очень важно понимать то есть тут весь круговорот действительно то есть вот опять права человека да здесь это очень правильно конечно мы борясь за веганство боремся за незримо за здоровье тех же самых людей которые не хотят становиться веганами за всех остальных их потому что высвободится множество денег которые тратятся просто впустую чек якобы там еще все четко лит непонятно чего там лечится хлотает а какой смысл а ты тут же за этим труп себе засовываешь в рот опять эту болячку эту блевотину это уже дерьмо на самом деле то же гниющее мясо уже ничего тебе она все гниет через пять секунд как из него исходит душа живая зачем ты все пихаешь чтобы потом себя что-то еще пихать антибиотиками колоться не вдумай даже назвал в смысл слова антибиотик bios жизнь по-гречески анти противоположный нет жизни убийство жизни антибиотик это убийцы жизни кто знает как действует эндибиотики они действуют по принципу вколол потекло и я на своем пути сметаю все что попадает мне такой река смерти такая которая течет по тебе и все убивает и хороший плохой все на свете якобы тебе чуть-чуть помогает только от этих антибиотиков говорят что и те же самые болячки у нас потому что мы теми антибиотиками уже заколот антибиотиками заколоты животные поэтому вы пожираете эти трупы уже с антибиотиками в себя кольте эти антибиотики они вам не помогают потому что у вас и так куча этих антибиотиков и она еще больше убивает вашу жизнь люди больные сейчас в основном потому что они просто уже живут в аду вот и все так что тут все одно за другое цепляется да поэтому аргумент что лучше бы занимались проблем у людей не является достаточно основанием чтобы не становиться веганом если вы действительно беспокоиться о людях если вас забудет будущее нас как вида становитесь веганом ну я заканчиваю мыслью которая дописал как христианин да для религиозных людей такой вопрос или оправдание о том что вот тогда куча проблема вы тут с этими животными вообще не уместен ибо эти люди я говорю в частности не только даже христианах по идее там все религиозники возьмите любую религии они снова говорят о совершенстве святости человека которым должен достигнуть а уж про христиан про на про истинное христианство тут вообще и заикаться грешно разве неисус говорил будьте совершенны как совершенно отец ваш небесный разве неисус говорил что ученик должен стать как его учитель разве не все апостолы говорили что мы должны быть святы как он свят и совершеннолетний как он совершеннолетен ибо эти люди признаны быть совершенными святыми как бог быть такими же как учить иисус христос ибо невеста христова она совершенно без пятна и порока невеста христова это красавица это не уродина это не вонючая бомжиха у которой изо рта воняет за версту невеста христова прекрасно это человек это его душа который совершенно во всем когда христиане заикаются о том что якобы вот я там вот мне бы там грех свой грехи свои вымолить а какие грехи да ты их каждый день совершаешь для религиозного человека для христианина вообще вопрос такой в стоять и стоять априори не может быть на сегодняшнюю дату у нас 7 февраля 2021 года у нас в россии тут такие сильные исторические события политические там с навальным связано знаете куда не коснись я уж сколько раз убеждался я не политик я вне политики там людям черепа крошат я вне политики сажают я вне политики что тебе мешает быть веганы мешает быть христианином там помогать нуждающимся любить врагов любить ближних а это кто а вот эти вот которые там политики они что не ближние они не люди мы их не видим ну что что они оба может сказать негодяй но там один негодяй начинает давлять над другим мы разве не должны встать на защиту плохого слабого хоть и негодяя может быть да он не идеальный посмотрите на политику конечно там алчные жадные крестолюбивые жестокие люди в основной своей массе властолюбивые хотя не все эти показатели у них равны и у кого-то что-то больше вот что-то меньше иногда они или начинают они надо со светлых позывов сердце заканчивает просто зачастую плохо но начинают со светлых желаний сделать там мир лучше но мы не можем судить человека потому кем он будет потом мы смотрим на него сегодня видим как его прессуют мы разве не должны встать на защиту слабого что мне мешает быть веганом христианином чтобы в этом не подразумевали не вкладывать хотя это если бог человек и по и и там участвовать в политической так скажем деятельности заступаясь там за обделенных за слабых тех самых политиков или людей активистов которых точно также сажают без суда и следствия любого кто скажет в россии против там действующей власти просто сажает неважно ты журналист актер философ политолог там учитель полицайский решил выступить против все закрывают тут же в россии тут же никакой не свобода слова никакое слово свободомыслия тебе уже запрещают скоро в мозги влезут только подумаешь уже все сразу пулю в лоб пустит то же самое но это отдельный вопрос можно записать но мне хочется в конце сказать что что и так массово подвести это вообще аргументы когда христианин вот это совершенство это прекрасная христова невеста это бог это богини человек во всем прекрасен должен быть и об этом своих проповедях когда говорю христианстве групп постоянно это касается всего и тела несмотря на то что она тленная и она также пойдет в прах из которого взяты это не грит о том что вы должны разжиреть как боров от того что все пихаете там неизвестно чего неизвестно сколько это не говорит что ты должен выглядеть как просто вонючий урод я говорю там весь зарос весь кривой я не говорю о природных данных которые у вас там какие-то недостатки есть никто вас за это не осудит и вы не обязаны там миллиона зарабатывать на пластической операции которые там стоит может быть действительно так уж бог попустил вам испытание может быть вы в прошлой жизни смеялись над уродами и вас какое-то врожденное уродство опять же если есть возможность это исправить даже это да пожалуйста мало ли что в жизни случилось как бог попустил до проявить к вам любовь может быть вы наоборот жертву чтобы других других научить любить да помните как со слепорожденным случае в евангелии кто виноват он или родители его оказалось нет для славы божьей по-разному может быть да вообще христианин я вот хочу уже заканчивать да еще раз последним из он свят во всем вообще вот эти вопросы аргументы что меня какая-то сфера жизни не касается это вот кто может тыкнуть а кто тебе да когда тебя тыкают да вот ты там своими животными вот там конфликт сирии так я и в этом участвую я тоже думаю что-то поищу я вот в конце я сказал вначале что приведу пример себя посмотрите на мои на мою деятельности на мои там посты видео словесные беседы ведение там телеграмма или еще что да я во все сферы лезу я вижу хороший пост правильный поста защите природы там не мусорить не не вырубать леса там не загрязнять речки оберегать наоборот какие-то активные инициативы да я все репощу во всем высказываюсь веганство однозначно первое ты не делаешь зла ни в какой области сколько можешь ты делаешь добра политика кто видит я тоже стараюсь заниматься любую сферу возьмите какие-то мудрые мысли книги еще что-то бытовой даже жизнью каким советами я вижу хороший там репост как кастрюльки соды можно с солью с лимонной кислотой чистить без всякой химии я это пущу все что соответствует добру все что соответствует истине да все что все красиво все прекрасно да мы должны во всем быть совершенными я говорю следить за своим телом не только за душой следите своим домом у тебя в доме должен быть порядок ну творческий может быть беспорядок хаос и кто знает что такая жизнь ну да набегает немножко анархии ну мышцы убираемся хотя бы раз в неделю ты там я вот ремонтом занимаюсь сейчас дом строю ну да сначала какой-то хаос там хоп там приберешь что-то в порядочке опять какой-то режим закончишь не полный же у тебя вечно хаос и бардак да и сделай ты все пытаешься красиво качественно в том же самом ремонте я тоже делюсь какими советами выкладываю в этой сфере свои роли кому-то может это помог поможет меня там мошенники обдурили да я все время выкладывайте мошеннические в этим делюсь этими какие что ее собственным опытом если другими какими там предостережениями кто-то выкладывает это ты вообще не отменяет одно другое христианина вообще не может быть никакой отговорки но и псевдо христианин сам все православные католик протестанты люди настолько зомбированные это просто жуть они вообще не понимают суть жизни и учения иисуса христа богу явишься во плоти они вообще когда им говоришь о святости о совершенстве они не не и вбили дьявольское учение в голову что они супер грешники и такими должны подохнуть а там на милость божу на самом деле прямиком катясь в ад тоже никакой милости божией нету бог никого не суть и никого не наказывает каждый получает то что он достиг их не лживо дьявольское учение ведет их прямиком в ад и никому до этого дела нет вот так вот так что надеюсь на этот просто безумный дурацкий глупый как всегда уродливые аргументы оправдания мы с вами сегодня дали отличный ответ человек он должен быть прекрасен во всем аки бог а Продолжение следует...